Всем привет, мои дорогие друзья! Я подготовил для вас дюжину автотоваров из Китая. Ссылки на них находятся под видео в описании, а в конце видео будет быстрый конкурс с крутым призом, который я разыграю уже в ближайшее воскресенье. Итак, начнем! Фонарик. Маленький и очень полезный фонарик для автомобиля. Внутри него один светодиод и небольшой аккумулятор, от которого он работает до двух часов. Металлогидридный аккумулятор не боится низких температур, поэтому фонарик можно хранить зимой в автомобиле. Он выполнен в форме автомобильного прикуривателя и заряжается от него. Есть режим моргания. Фонарик будет полезен в мелком ремонте автомобиля, когда нужно что-то где-то подсветить в машине. Синатрек. Это самый неприхотливый автомобильный GPS трекер. На него 2200 заказов. Стоит он 10 долларов за версию без аккумулятора и 13 долларов за версию с аккумулятором на 150 миллиампер для аварийной работы. После покупки трекера вам дают логин от сайта sinotrack.com, на котором вы можете отслеживать работу трекера. Подключение трекера простое. Подать питание от 9 до 30 вольт и подключить сигнальный провод к зажиганию, чтобы трекер автоматически включался, когда работает автомобиль. Настройка минимальна. Смсками нужно задать интернет-апн точку вашего оператора связи и указать адрес сервера для отправки данных. После этого вы в режиме реального времени сможете наблюдать за вашим автомобилем. Лицензию на трекинговый сайт дают на один год. Продаван ответил, что если купить несколько трекеров, тогда дадут пожизненную лицензию. Но сайт можно заменить, задав свои установки. В интернете есть множество бесплатных сайтов для маяков. Если вам интересна данная тематика, то рекомендую посмотреть мое видео, в котором подробно рассказано про подключение и настройку простого GPS трекера к бесплатному сайту трекинга. Я пользуюсь им бесплатно до сих пор. Алкотестер. Новая модель популярного алкотестера. Эта штуковина показывает циферки, если выпить и подышать в нее. Если показывают любую циферку, кроме нуля, то придется ехать на такси. Работает от двух батареек. В комплекте 5 сменных насадок для попутчиков и любителей дуть в прибор. Подсветка экрана не даст отмазаться, что в темноте было не видно. Полезный девайс, если утром надо на работу, а вы не помните сколько влилось и сомневаетесь, можно за руль или нет. Бортовой компьютер. Он подключается к разъему OBD2 и размещается на приборной панели. По сути, это диагностический прибор. Позволяет считать ошибки и перестать ездить в сервис и платить деньги за диагностику. Помимо диагностики, в движении показывает скорость оборота двигателя, температуру, пробег и расход бензина. Приятная и полезная штука на торпеду. Коврики. В этом комплекте сразу 4 липких противоскользящих коврика. Они не пачкают и не оставляют следов. Но к ним все липнет, как к скотчу. Можно положить телефон и он никуда не съедет в движении. А если коврики испачкаются, то достаточно помыть их водой и к ним снова все будет липнуть. Этот комплект стоит меньше полутора долларов. Адаптер. Блок питания в виде гнезда прикуривателя. С его помощью можно дома подключить автомобильные аксессуары к сети 220 вольт и проверить их работоспособность вне автомобиля. На выходе он выдает 12 вольт и пол ампера. Стоит меньше 2 долларов. Рефрактомер. Рефрактометр. Рефрактофу блять. Рефрактометр. Этот прибор определяет коэффициент преломления. Чаще всего его используют в виноделии и пивоваренье для измерения уровня сахара и алкоголя. Но есть и автомобильный вариант рефрактометра. Он позволяет быстро определить точку замерзания омывающей жидкости и понять ее качество. Многим наверняка уже доводилось оттаивать морозными зимними вечерами в водичку из бачка, заливая в него кипяточек по многу раз и рискуя получить трещину. Так вот, этого можно избежать, зная, что льешь. Магнитный держатель. Если у вашего телефона нет своего места в машине, то магнитный держатель поможет его найти. Магнит крепится к воздуховоду. В комплекте есть две очень тонкие пластины на самоклейках двух размеров для разных гаджетов. Эту тонкую пластину кладем внутрь телефона под чехол или под заднюю крышку или лепим на сам телефон и получаем хорошо закрепленный телефон, который всегда на виду. Камера. Если у вас еще нет камеры заднего хода и вы не знаете, куда врезать саму камеру, чтобы не испортить автомобиль, то отличным решением будет камера в рамке номера. У этой камеры есть подсветка, поворотный угол наклона и две расцветки, черная и серебристая. В комплекте весь набор проводов для подключения, длинный видеокабель и провод питания. Камеру можно подключить к экрану аудиосистемы, зеркалу с экраном или купить вот такой простенький монитор. А для того, чтобы она сама включалась, питание надо брать от огней заднего хода. Чехлы для автомобильных шин сшиты из прочного полиэстера. Теперь точно не будет никакой грязи и пыли от шин. Если радиус ваших колес до 16 дюймов, тогда вам подойдет S размер. Если больше, тогда L. есть маркировка колес на каждом чехле. Она облегчает поиск нужной шины. Окантованы мощной стропой для удобной переноски. Подойдут не только для шин, но и для колес в сборе. OBD-2 сканер. В общем, такая беда с этими сканерами. Они есть двух версий 1.5 и 2.1. Так вот, оказывается, что старшая версия 2.1 резаная и не поддерживает 1 OBD-2 протокол ПВМ. Поэтому сканер не видит многие машины. А младшая версия, которая 1.5, работает со всеми протоколами OBD-2. Поэтому многие, такие как я, купив сканер старшей версии, думают, что эти сканеры хреней не работают. Под видео я оставлю ссылку на правильный сканер, поддерживающий все версии протоколов. Предохранители. Набор из 120 автомобильных предохранителей. В комплекте 6 номиналов, от 5 до 30 ампер. Каждого по 20 штук. Вообще, автомобильные предохранители бывают 4 основных размеров. Микро, мини, стандарт и макси. Поэтому перед заказом обязательно уточните типоразмер предохранителей в вашем авто. Я оставлю ссылки на разные наборы под видео в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А теперь конкурс. Призом будет, да что захотите, любой товар на 1000 рублей из Китая. Чтобы принять участие, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео и написать в комментарии, какой бы вы приз хотели получить или какой товар вам больше всего понравился. Также рекомендую посмотреть мои прошлые видео про автотовары из Китая. И я прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok